Слава Панкратова 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 Очень любопытно было бы узнать, во-первых, из какого вы города, и во-вторых, зачем вы здесь. То есть, чего вы ждете, ответы на какие вопросы вы хотите получить. Если не сложно, я попрошу вас это написать туда, куда вы можете писать, и потрачу какое-то время для того, чтобы озвучить, чтобы мы поняли, насколько широка наша география, вот сколько людей здесь собрались. Прокомментирую еще, что на этой платформе, которую мы используем, GoToWebinar, вы по умолчанию не видите ответов друг друга. Мы исторически ее используем для обучения, опять же, в этом есть и свои минусы, и свои плюсы. Минусы – то, что платформа не позволяет слушателям общаться друг с другом прямо в онлайне. Это минус, скорее. Плюс в том, что есть возможность не отвлекаться на комментарии других людей, есть возможность сосредоточиться только на докладах. Так, коллеги, откуда вы и чего вы ждете от сегодняшней конференции? У нас будет 4 часа, 5 спикеров, в 3 часа мы начали, в 7 часов по Москве мы закончим. Очень любопытно узнать немножко про вас. Я вижу, что к нам присоединился Минск, к нам присоединился Харьков. То есть у нас уже международная география Екатеринбург, ведь уже три страны. Хочется получить новую информацию и идеи, пишет Василина. Воронеж, вижу знакомые имена и фамилии наших выпускников. Приятно, что вы к нам возвращаетесь. Харьков, еще Харьков, Минск. Ну, здорово. Пока Харьков в ответах составляет добрую половину. Прокачать скиллы, как вести себя и команду в кризисе, узнать, каких действий следует ожидать от бизнеса. Москва, пишет Настя. Харьки, ну, спасибо большое. Достаточно широкая у нас сегодня география. Пока не вижу моего любимого Санкт-Петербурга, но надеюсь, что он к нам принкнет. Спикеры у нас сегодня будет первый спикер из Лондона, Михаил Завилейский, как раз которого вы уже можете наблюдать на экране. Два спикера будут из Питера и два спикера будут из Киева. Чего ожидать в руководстве подчиненных, как с этим работать, новых идей. Я вижу, что новые идеи превалируют. Ну что ж, давайте тогда включаться в работу. И я с удовольствием сейчас передам слово нашему другу Михаилу Завилейскому, основателю, генеральному директору компании DataArt. Мы давно знакомы, и каждый раз, когда приглашаю Михаила у нас выступать, очень этому радуемся, потому что Миша излагает какие-то непривиальные мысли, и это всегда запускает мозг. То есть после каждого такого доклада чувствуешь, что становишься в чем-то умнее. Поэтому я очень рад, что Михаил нашел на нас время на то, чтобы у нас здесь поучаствовать. Миша, передаю тебе слово. Привет, коллеги. Еще раз привет, Саша, Слава. Я очень благодарен за то, что позволили сделать презентацию. Тема мне очень близка, и вообще мне очень нравится работать со стартопланом в силу того, что мы регулярно обмениваемся идеями, и в результате я использую те идеи, которые постоянно способен почерпнуть в общении, а Слава и Саша часто несут какие-то идеи мои в массы, отчего удобно, потому что я это неспроста говорю. Я стараюсь делиться теми мыслями, которые очень хотелось бы внедрить в общественное сознание для того, чтобы было легче работать тем, кто управляет компаниями в индустрии разработки программного обеспечения. Два слова о себе, чтобы не отнимать слишком много времени. Я уже 22 года работаю в компании DateArt, 30 лет с лишним. Я профессиональную деятельность веду в IT. Начинал я в Питере, где я родился, и потом мы с семьей жили в Аргентине, потом на Мальте. Сейчас мы живем в Лондоне. Это все связано с совмещением интересов бизнеса и наших личных. Мы всегда ищем какую-то синергию с компанией. Это касается всех сотрудников. Поэтому много чего интересного удалось подчеркнуть и из развития нашей компании от примерно 10 человек в самом начале до 3 с лишним, большим уже лишним тысяч сейчас. И из решения самых разных задач. Сейчас мы ищем подходы к тому, чтобы работать уже со всеми большими интерпрайс-клиентами, но не потерять нашу культуру, которая базируется на безграничном доверии, исчерпаемой порядочности внутри коллектива. И эта задача действительно очень вдохновляющая. И надо сказать, что кризисы всегда выступали помощниками в этой области, и поэтому я с удовольствием порассказываю вокруг моей любимой темы, где возникают всякие проблемы. Это планирование в кризисах. Хочу сразу предупредить, что у меня нет возможности смотреть на ваши вопросы и не отнимать часть экрана, который я буду использовать для презентации. Но я постараюсь уложиться с презентацией в полчаса, и те, кто смотрит не в записи, а пришли на онлайн-презентацию, имеют возможность позадавать вопросы. Я обязательно уделю им время в конце. Итак, все, о чем я буду рассказывать, это о том, что, можно сказать, контруинтуитивно, но на самом деле зачастую попросту, мне кажется, неэффективным и неоптимальным, когда коллеги занимаются планированием в кризис. На самом деле интуиция вещь сложная. То, что мне интуитивно, то очень многим совсем неинтуитивно и наоборот. Именно поэтому интуиция, конечно, вещь хорошая, но нужны какие-то идеологические костыли, которые работают и помогают объяснять вещи, которые кажутся хорошими, но трудно объяснить, почему они рациональны и правильны. В формат сегодняшней не слишком длинной презентации я вставил какую-то коллекцию идей, которые лучше всего зашли в рассказах, которые я делал внутрь дейтарта. И тогда там это заняло примерно 2,5, а то и 3 часа вместе с ответами на вопросы про текущий кризис и все такое. Но сейчас, конечно, я постараюсь просто акцентировать на каких-то идеях, поскольку запись будет, у меня никакого конспекта внутри презентации нет, можно будет еще раз промотать это быстренько и ключевые моменты вспомнить, если что-то вам покажется интересным. Я могу сказать, что примерно 15 лет назад, когда мы успешно прошли два первых кризиса, кризис потери ключевого заказчика и вообще кризис даткомов, когда мы потеряли всех клиентов и чуть не умерли, мы прошли еще один кризис потери ключевого клиента, уже гораздо лучше. Я начал гордиться тем, как мы проходим кризис и начал рассказывать, что и как. На самом деле, кризисы, которые происходят сейчас, они не совсем настоящие. Потому что настоящий кризис – это прекрасное время, когда у тебя нет выбора. Глава нашего лондонского офиса Дима Багров, он любит вспоминать книжки Азимова про основание и про психоисторию, или как ее там переводят, про то, что кризисы позволяют тебе принять правильные решения, потому что неправильные и становятся очевидные. Вот те кризисы, которые сейчас происходят, они не настоящие, потому что они не война, не великая депрессия и т.д. и т.п. Они оставляют нам большое поле для того, чтобы делать выбор, для того, чтобы вести себя по-разному. Поэтому в эти кризисы нам приходится заниматься всем тем же самым, что и не в кризисе, но в некотором напряженном эмоциональном поле. Вообще эмоции, связанные с высоким уровнем неопределенности, неуверенности, сложности, двусмысленности в том, что происходит вокруг нас, они характерны для последних десятилетий, и вот нарастание всех этих явлений, оно в мире наблюдается. У меня вот написана аббревиатура про VUKO World, VUKO MIR, вы можете посмотреть в интернете по этим ключевым словам, там есть много интересного. И оно, в принципе, про то, что нужно делать не только в кризисе, а и вообще при всей нашей сегодняшней довольно виртуальной жизни с большим количеством проблем, связанных именно с трудностью принятия правильных решений в ситуации, когда неправильные решения совсем не очевидны и кажутся тоже хорошими. Итак, на самом деле я не очень люблю говорить про планы, потому что план у нас ассоциируется с чем-то хорошим. У нас даже есть такая фраза, как идут дела, да, все по плану. И ответ значит, что все идет хорошо. Хотя, в общем, может и план был плохой, может и уже давно этот план не годится, все изменилось, но тем не менее, по плану это хорошо. И я очень люблю фильмы, он вообще самый любимый фильм нашего сына про возвращение Тюмного Рыцаря, чудесный, к сожалению, последний ролей, полный роль Хита Леджера в роли Джокера. И я рекомендую всем пересмотреть этот фильм, потому что Джокер, конечно, занимался планированием, иначе все, что он делает, было бы не экшенабл. Его козырем было то, что у него нет какой-то цели или какого-то конечного плана, ему нравится сеять хаос, и он видит удовольствие в процессе. Вот на самом деле освобождение от каких-то фиксированных целей, задач, оно дает нам свободу и делает нас существенно менее уязвимыми для тех, кто хочет узнать наши цели и встроиться в планы по достижению этих целей и управлять нами, манипулировать нами. Поэтому, в общем, экзистенциональное дзен-существование, когда у тебя никакой конечной плана нет, а хочется просто весь процесс, весь интеграл от процесса движения в будущее сделать приятным, это правильное состояние мозга, если хочется мыслить независимо. Но это философия. Чуть-чуть конкретнее. Для того, чтобы хорошо разбираться с планами, нужно понять, о чем мы говорим. Есть еще знаменитая цитата, не помню откуда, что планы – это не что, а планирование – это все. Действительно, планирование – очень полезное упражнение, сами планы – это очень противоречивые явления. Тем не менее, планы бывают разные. Вот если говорить про планирование, бывает внутреннее планирование, это некий процесс, когда мы на самом деле координируем то, куда мы двигаемся, как мы двигаемся, что мы в какое время делаем, и это позволяет нам совместно действовать более эффективно. Все равно мы действуем как лебедь, рак и щука, но хотя бы каждый на свой лад тянет ввоз в каком-то предопределенном направлении, а не уж совсем в разных, и суперпозиция, так и обычно развивает организация этих усилий. И одновременно есть внешнее планирование, когда мы делаем бизнес-план, план для инвесторов, план для клиента, еще что-то. Нужно понимать, что внешнее планирование – само по себе проект, и проект может иметь определенные стадии, но вот этот план для аутсайдера, для внешнего наблюдателя, он придает тому, что мы делаем, растянутому во времени, не скрытыми внутри нашей проектной команды, организацией, а далее какие-то товарные свойства, осязаемые. Бюджет, временные рамки, обещанную функциональность, ну классика, да, и еще много-много всякого разного. И понятно, что внешнее планирование – самая главная его задача – это управление ожиданиями, это коммерческие составляющие и так далее, да, и поэтому внешний план должен быть достаточно структурен, он будет достаточно последователен, изменения должны быть правильно обставлены, так как внутреннее планирование, как процесс, чем оно гибче, чем оно перманентнее, тем лучше. Кроме там Continuous Integration, да, Continuous Planning, не выглядит такой уж плохой идеей, в Agile в разных вариантах возникает. Кроме того, есть еще два разных вида планирования – процедурное и событийное. Ну, для программистов, для тех, кто имеет какой-то бэкграунд в IT, это достаточно понятная вещь, да, потому что, если мы планируем какой-то сценарий, то это последовательность шагов, последовательность событий, и тут вроде как все нам понятно, сегодня делаем вот это, завтра вот это. Единственное, что я всегда рекомендую, это если мы занимаемся таким процедурным планированием, то иметь несколько сценариев, хотя бы два, и постоянно проверять, в каком из них мы находимся. Это как раз помогает нам не оказаться рабами ситуации, когда мы действуем по плану, даже если план давно разошелся с изменившимися предпосылками, целями, обстоятельствами. Есть второй тип планирования, очень похожий на управляемые событиями программные модели, которые пришли к нам достаточно давно, еще даже до объектного программирования. И это событийное управление, то есть у нас есть там маленькие стратегии. Если происходит вот это, мы делаем то. Если к нам приходит, допустим, новый клиент этого типа, мы делаем вот это, активируются вот эти люди, они выполняют вот эти упражнения, если вот другой-другой, если в проекте что-то идет не так, то у нас есть вот такие варианты ответа, вот такой алгоритм выбора. То есть это планирование, оно не имеет какого-то временного, временной конвы, оно описывает наши реакции. Например, планирование на риски, оно почти всегда носит характер событийного. Планирование какого-то программного проекта, оно такое процедурное, итеративное, потому что waterfall вычистить из мозгов, особенно бизнес-стейкхолдеров, до конца довольно трудно. Вот, собственно, для того, чтобы не запутаться, нужно, я буду употреблять разные термины пропланирования, но оно может касаться разных аспектов того, о чем я говорю, и специфика может быть разная, а этот шаблон, он просто удобен для того, чтобы не думать про планирование вообще, а каждый раз, когда мы думаем, поговорить о том, в каком квадратике мы находимся, чем мы занимаемся, и, соответственно, применить идеи в правильном ключе. Итак, мы сегодня собрались говорить о контринтуитивных вещах, и я могу сказать, что неуверенность – это большая штука, связанная с планированием. Как только мы не уверены в своем будущем, мы испытываем фрустрации, плохие ощущения, и мы хотим быть в чем-то уверены, и принятие решения, а тем более принятие какого-то плана действий, заставляет нас чувствовать себя лучше. Однако в ситуации неопределенности информация, которую мы получаем, часто бывает негодной, и поэтому мы едва ли можем сделать действительно хороший план в условиях быстрых изменений, высокой непредсказуемости, что характерно для кризисов, особенно для текущего кризиса, в котором виноваты не какие-то наши собственные институты, а вирус, который вступил в интерференцию со социальными механизмами по то ли борьбе, то ли уклонению от встречи с ним. Но тем не менее, вот эта штука, она очень сильная. Есть хорошая книжка из классики, чуть ли не в половину топов рекомендации по чтению для менеджеров и бизнесменов. Она входит от Роберта Челдини, «Психология влияния». Всем настоятельно рекомендую почитать. Масса интересного в этой книжке есть. Но одна из вещей, которые на меня произвели впечатление, это о том, насколько сильны те самые психологические механизмы, которые заставляют нас планировать что-нибудь иррациональное. Например, он описывает секты, которые ожидают конца света. Ну, понятно, мы правильные, все неправильные. Когда придет конец света, мы попадем в рай, все попадут не туда, и все будет плохо. Ничего удивительного в этом нет. Самое удивительное, что когда наступает дата конца света, и конец света не наступает, хотя к обряду перехода в лучший мир подготовились все адепты этой секты, происходит удивительная вещь. Не то, чтобы все сектанты встали и побили своего пророка, лидера камнями, сказали, ты нас обманул, мы больше в это не верим, и возвращаемся в лоно рационального мышления. Отнюдь нет. После чего-то ненаблюдаемого происходит нарастание поддержки этой секты, и следующей объявленной даты конца света, и внешний мир наблюдает это как резкое возрастание вербовочных активностей. проповедники от этой секты бегут и пытаются привлечь еще больше членов, потому что они теперь наверняка знают, научившись на предыдущей ошибке, что следующая дата будет вот тогда. Почему это происходит? Это мои измышления, но я дорисовываю себя примерно так. Наверное, в душе, после того, как ты только что знал будущее лучше всех, а теперь его не знаешь, образуется дикая пустота. Эту пустоту хочется срочно заткнуть. Эти люди привыкли затыкать эту пустоту тем, что они получают подкрепление своей правоты от окружающих, для этого они самоизолировались в секте, и от проповедника, лидера, который им говорит правильность. Эта пустота настолько острая, что возникает жуткая, дефицитарная, острая потребность в реинформированности подкрепления этой идеи. И пророк говорит, о, я осознал, мне было там вид денег, в общем, неважно, что мне было. Я говорю, что на самом деле нам дали немножко больше времени, чтобы спасти побольше людей, спасибо чему-нибудь, какому-нибудь высшей силе, и давайте сейчас еще навербуем в три раза больше последователей, и тогда мы вместе с ними уже в рамках, не знаю, там, командиров, новых адептов перенесемся в лучший мир. Что-нибудь в таком духе. И сразу после этого становится приятнее, и все сказали, да-да-да, все поддержали друг друга, все молодцы, и понеслось. Я наблюдаю вот такого рода события вокруг себя постоянно, и особенно в кризис. Мы получаем подкрепление того, что мы правы из наблюдения за фактами, но это медленно, сложно, нужно данные собирать, ощущать, вот, и от окружающих, которые говорят, да, молодец, хорошая идея, если ты лидер в авторитете, то такие подкрепления вообще к тебе прилетят с легкостью. Это очень страшно, да, потому что можно довольно долго идти навстречу совершенно неадекватным событиям, которые последуют из плохих планов и решений. Поэтому нужно понимать, что план не спасет нас от неопределенности, и то, что мы все согласны, что это лучший план, это может быть в лучшем случае средством damage control, уменьшения негативных последствий, потому что вместо того, чтобы обвинить друг друга, мы будем говорить, да, мы договорились, вместе затупили. Но и чаще всего даже это не помогает, потому что желание обвинить другого это еще один защитный механизм, который достаточно силен в нас. Но, тем не менее, мы будем эффективно двигаться, но совершенно непонятно к какой цели. Мы не можем с помощью планирования контролировать реальность. Поэтому чем выше неопределенность, тем лучше событийные планы, вот эти маленькие стратегии и реакции на разные события, чем какой-то фундаментальный процедурный стратегический план победы над всем и над мировым хаосом. Это первая мысль, которую я хотел поделиться. Теперь про небанальные вещи, которые возникают в поиске выигрышных, выигрышных стратегий. Во-первых, вот на самом деле даже стратегия компаний может быть больше процедурного типа, они могут быть и больше вот такого событийного реактивного типа. Поэтому я могу порекомендовать еще одну книжку «Успех без стратегии» Марка Розина, где он на основании какого-то количества российских компаний, добившихся большого успеха в смутные времена, кризисов после распада Советского Союза, описывает как раз оппортунистические стратегии, которые оказываются не менее эффективными, чем стратегии процедурные, классические. Проблема здесь заключается в том, что чем процедурная стратегия, чем стабильнее цели, чем больше протяженность и чем масштабнее вовлеченные ресурсы, тем больше вероятность добиться выдающегося результата. Но сам успех придет на самом деле с меньшей вероятностью. Вместо успеха большинство стратегических компаний сильных ожидает крах. Но ошибка выжившего всегда с нами. Мы наблюдаем тех, кто был успешен сегодня и, скорее всего, те, кто добылись великого успеха, они действовали весьма последовательно, стратегично, по ежовому, если говорить другим языком. А те, кто вели себя хитро-оппортунистически, они вырастают в основном пока, когда вокруг большой хаос и больших стратегов или не рождается, или их косят пачками. Поэтому как раз времена, когда развалился Советский Союз, а цивилизованный капитализм как-то вот все настает и настает, но настать не может в большинстве постсоветских стран, то ведение бизнеса оппортунистическое, оно оказалось весьма и весьма конкурентоспособным. Работает оно прекрасно и в наиболее развитых экономиках, но там немножко забиваются теми, кто использует более фундаментальные механизмы в силу экономической или культурной стабильности. И правильные вопросы, куда толкать сейчас компанию в каждый момент, зачем нам нужна стратегия, для чего мы можем использовать. И если этот ответ для того, чтобы достигнуть какой-то цели независимо от того, что происходит во внешнем мире, вы понимаете, что вы это all-in стратегия, вы кладете все яйца в одну корзину. Если хотите, отличная идея. Общество сейчас имеет прекрасные механизмы банкротств, защиты от ответственности компании и так далее, для того, чтобы пытаться, пытаться и пытаться и терпеть одну неудачу за другой. И все равно, может быть, добиться большого успеха. Это один путь. Если очень больно, а для многих профессионалов довольно больно иметь серийные неудачи, которые неизбежны в развитии бизнеса, статистически почти неизбежны, то можно использовать оппортунистические стратегии. Они позволяют выживать довольно долго и не иметь фундаментальных потерь. Но успех, конечно, в этой ситуации большой успех. Он чуть менее вероятен. Кроме того, стратегии могут сочетать в себе элементы рациональные и не слишком интуитивные элементы использования чистой случайности. Зачастую случайность хороша. Вот мой любимый пример морской бой. Наверное, все знают, если у стороны играют честно и расставили кораблики по правилам, то в морском бою есть выигрышная стратегия. Она заключается в том, чтобы расставлять точки так, чтобы сеточкой покрывать все поле и сначала не оставить место кораблю из четырех клеточек, потом не оставить место всем кораблям из трех клеточек и так далее, пока не останется уже необходимость найти оставшиеся и погибшие в процессе поиска больших кораблей одноклеточные корабли. Самое интересное, что эта часть, она понятна. Дальше нужно обладать этой стратегией хорошо, чтобы такие сеточки в уме строить и понимать принцип их построения. Это несложно, это банальный навык. Но что делать дальше? Если дальше строить сеточку всегда слева направо, сверху вниз, например, чтобы было поудобнее, то мы станем предсказуемыми. И противник может догадаться, куда запрятать свои кораблики, научиться бороться с нашей стратегией. Самая лучшая стратегия строить правильные сеточки, но случайным образом. Это не позволяет на нашу оптимальную стратегию поиска выстроить оптимальную стратегию планения. Это даже в такой простой игре существует не приносящая победу всегда, оставляющая место случайности, но оптимальная стратегия. И есть ее элемент исполнения, который базируется на элементе случайности. Эту случайность нужно откуда-то извлечь, лучше всего не из мозга, мы плохо генерируем случайные числа, а из какого-то внешнего носителя. Элемент для того, чтобы не позволить кому-то сделать нас предсказуемыми и победить. Это такой джокер для восьмибитных представок. Мы используем случайность для того, чтобы не позволить играть против нас. На самом деле места для случайности еще очень много, потому что зачастую стороной, которая играет против нас, оказываемся мы сами, потому что мы пытаемся быть скорее последовательными, чем рациональными. Эта фраза у меня в диалогах с коллегами одна из дежурных, и часто когда коллега говорит, что ты хочешь быть последовательным и рациональным, коллега чешет затылок и говорит, нет, я бы, пожалуй, теперь изменил свое решение, потому что хочу быть, правда, рациональным, а не последовательным. Мои предположения были неправильными. Еще одна вещь, связанная с планированием и с кризисами. Все слышали про вин-вин-стратегии. Вин-вин-стратегии это прекрасная вещь, потому что они увеличивают человеческий капитал, улучшают отношения, делают переговоры легче и всякое такое. На самом деле вин-вин-стратегии, они в принципе легко достижимы, когда у нас есть игра с положительной суммой. Как бы мы не поделили эту сумму, а если мы ее поделим по-умному, мы минимизируем чувство несправедливости, которое возникло в коллегах, мы все окажемся в выигрыше. Если мы цивилизованные последователи вин-вин-стратегии, то мы все получаем удовольствие и не испытываем зависти, корысти и не смотрим в чужой карман. Прекрасно. Гораздо сложнее переключиться на вин-вин-стратегию, когда игра с положительной суммой меняется на игру с нейтральной суммой или с отрицательной суммой. На самом деле это то, почему общество, политики, супер-регуляторы стараются организовать жизнь такие, как длинные периоды роста и какого-то медленного, такая неспешная игра общая, но такие с положительной суммой и короткие периоды кризисов, разрушений, войн, катастроф и так далее, которые делают игру с отрицательной суммой. Но этот стресс, он не такой длинный, потому что на более длительном интервале он приводит к коллапсам, проблемам, всякое такое. Там вот длительная великая депрессия, она называется великой, не потому, что все рухнуло так сильно, ну оно, конечно, очень сильно рухнуло, потому что оно было долго, из этого было трудно выбираться. Вот поэтому нужно что-то делать для того, чтобы выбраться из игры с отрицательной суммой и перейти в чудесные вин-вин-стратегии, которые так или иначе красиво описать и реализовать. На самом деле это можно делать коммуникационными манипуляциями. Я сейчас не буду на этом останавливаться, и я знаю, что тема манипуляций, она достаточно важная для коллег из стратоплана, и много чего про нее, по крайней мере, раньше рассказывалось. Можете попросить еще раз, но манипуляции бывают и полезными. Иногда всем нам приходится манипулировать, особенно общественным мнением. Если в этом нет корысти, если это просто на самом деле уменьшает потери или заставляет людей думать, что они выигрывают, когда они теряют, это не всегда плохо. Это не хорошо, но это не всегда однозначно плохо. Иногда это просто наименьшее зло из всех, соответственно, это можно делать. Есть рефрейминг, хитрые схемы. Вот типичная идея для рефрейминга, которая делается, чтобы все превратить в игру с отрицательной суммой. Сейчас мы будем экономить, сейчас мы затянем пояса, но в будущем мы все соберем большой урожай, нам всем будет хорошо, поэтому в нашем восприятии, когда мы начинаем думать о будущем, о нашем будущем успехе, мы начинаем думать о положительной сумме и весело делить шкуру неубитого медведя. Нам легче договариваться, мы более воодушевленно действуем. Это неплохая идея, и по-моему, 80% от всего, что делается, оно делается как раз через планирование и через описание будущего. И, наконец, есть инвестиции. Я сейчас о них буду говорить дальше. Это самая такая неочевидная штука, потому что можно реально вот то самое, что касается будущего, с рефреймингом и с манипуляцией превратить во что-то реальное, начав использовать резервы, запасы и так далее, для того, чтобы прямо сейчас игра перестала быть игрой с отрицательной суммой и стала игрой с положительной суммой. Делать это нужно, конечно, в разумное время. и тоже не механистически, но при всем при том инвестиции в кризис делать не так уж просто, и разные компании имеют разные подходы к тому, как это делать. Итак, инвестиции и риски. Еще одна контринтуитивная вещь. Я ее очень хорошо наблюдаю на поведении некоторых коллег, особенно на поведение некоторых непродвинутых финансовых отделов. Сразу говорю, что в Дейтарте продвинутый финансовый отдел, поэтому коллеги так себя не ведут. Но по жизни я это наблюдал довольно часто. Значит, мы откладываем деньги на черный день. Подкопили, 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 и вот наступил черный день, кризис, нам стало похуже и так далее. Какое у нас есть желание еще сильнее экономить и еще больше подкопить? Потому что для чего мы использовали накопленные деньги? Мы их использовали для того, чтобы не бояться какого-нибудь кризиса, который придет в будущем. А что сейчас случилось? Сейчас кризис пришел, стал еще страшнее. Чтобы еще меньше бояться, нам нужно еще больше накопить денег. А компания легко может копить деньги в кризис. Если съеживаться, сокращать операции, увольнять людей и так далее, то рабочий капитал будет высвобождаться, резервы будут расти, будут становиться спокойнее. Ну, надо сказать, что браков нет. Вот уж так вульгарно себя ведет небольшое число компаний, но тратить резервы и запускать какие-то инвестиционные программы в кризис весьма и весьма трудно. Тем не менее, в общем, нужно и можно в определенной степени. И вот сейчас я чуть-чуть скажу по соображениям, зачем, почему инвестировать, что можно использовать в аргументации, если хочется этим заняться. и так, значит, ну, сначала, значит, о том, что, как бы, это сильно связано с, ну, все создания наших резервов, да, с менеджментом рисков. Ну, риски бывают предсказуемые, да, которые как-то можно предсказывать. Для них существует большая наука риск-менеджмента, я сейчас не буду говорить. Есть какие-то непредсказуемые риски, которые или нельзя предсказывать, или можно предсказывать, но это контрпродуктивно, что-то, ну, точно, кризис будет, но не знаем, когда, и каждый раз готовиться к кризису, когда он может случиться, получается хуже, чем не ждать его и встретить его, да, но это все равно, что там всю жизнь готовиться к смерти, да, нам трудно быть настоящими смураями. Для непредсказуемых рисков хороши две вещи, диверсификация и резервы, да, очевидно, иметь на черный день заначку и не класть все яйца в одну корзину. Соответственно, мы сейчас будем говорить о резервах, хотя диверсификация очень помогает, я вот могу сказать, что если быть оптимистом, да, всегда есть повод радоваться. Еще в прошлом году мы радовались, что у нашей Traveling Hospitality практики очень хорошие перспективы на 2020 год, а мы теперь радуемся, что их не было раньше, она относительно небольшая, поэтому проблемы с ростом и с удержанием объемов у нас есть у не такой уж большой практики. Пессимист может думать по-другому, тем не менее, то, что эта практика не единственная, у нас много других кусков, которые являются или бенефициарами кризиса, или достаточно нейтрально к нему, конечно, очень сильно греет. Но мы сейчас поговорим о резервах. Значит, ну, собственно, понятно, что использование резервов, да, оно может быть связано со стратегическими инвестиционными планами, это не для этого презентации, и они могут быть связаны с какими-то событийными реакциями, да, и вот эти событийные реакции, они могут быть немножко непанальны. Давайте подумаем, да, одна из вещей, что надо использовать, почему надо использовать резервы для защиты сотрудников и, может быть, субконтракторов и партнеров от рисков, а не для перекладывания как раз рисков на них. И, ну, простая игра, да, давай сыграем с вами в игру. Если я угадал, я буду воровать вам тысяча сто чего-нибудь, а если не угадал, то выбди тысячу. Хорошая игра, да, ну, кажется, что офигительная. Это игра для вас в точности с положительной суммой, для меня с отрицательной. Стоит ли играть? Ну, для тех, кто там любит всякие публикации по поводу эргодических систем, подвох заключается в том, что каждый независимый человек с конечным количеством денег, например, с начальным капиталом в 3 тысячи довольно скоро разорится. И какая бы сумма ни была, все равно большинство разорится, в конце концов, это вопрос времени ожидания, когда разорится. Только игрок с бесконечной суммой, да, будет выигрывать. Вот, если то, что вы теряете, я приобретаю, да, то, в конце концов, те, у кого начальный капитал больше, они отберут все у тех, у кого начальный капитал меньше. Ну, потому что их время, в общем, ожидания растет нелинейно. Если кому-то интересно, почитайте всякие статьи вот про эргодические, финансовые, экономические процессы и про все такое. Я не могу сейчас долго про это рассказывать, но суть в том, что зачастую, если помоделировать вот такие вещи в Excel-чике, как это делал я, то можно обнаружить вот такие эффекты кластеризации. Да, если мы представим, что вот там, где у нас случайные игроки, а это от первого по двадцатый, написаны там первые, вот слева у нас один офис, например, в США, в середине офис, например, в континентальной Европе, а справа там в Беликобритании, то мы можем сделать вывод, что вот офис в континентальной Европе вообще не перформен. Хотя, может оказаться, что ему просто не везло, это чистый артефакт того, что даже, когда все делают правильно, играют в груз положительной суммой, случайная кластеризация, это такой достаточно наблюдаемый феномен, она привела к нашей иллюзии, а дальше мы уже любим рационализировать свои иллюзии, и мы найдем тысячу объяснений, почему те перформы-то нет. То есть, не обеспечивая, да, большими запасами начального капитала и большим по времени кредитам доверия, мы ставим успех в зависимости от случайности в большей степени, чем интуитивно этого ожидаем, и еще можем под наблюдаемые эффекты, да, подстраивать наши рационализации, не путать с рациональным мышлением, которые закрепляют абсолютно ни на чем не основанные теории по тому, как надо управлять, какие люди молодцы, какие нет. И что делать? Ну, как бы очевидно, да, увеличивать капитал, да, все могут сложиться и делиться капиталом, тогда, естественно, большая толпа с положительной суммой сделает осреднение по ансамблю и сможет снизить негативные эффекты, связанные с временными сериями, да, все портфельные теории про это. Использовать резервы и всякое такое, да, но суть заключается в том, что организаторы, да, это те, кто как раз позволяют нам избавиться от необходимости, как это было в античном мире, да, там, продавать себя рабство после коммерческой неудачи или еще что-то делать, и кто только не играет роль такого рода организаторов современной экономики, это и страховые компании, это их бизнес, да, это и там все, кто занимаются портфелями, чему бы там ни было, да, и организации, государства с их инвестиционными программами, программами ограничения ответственности, там, всемирные организации, и нам надо. Поэтому всегда надо помнить, что чем случайнее мир, тем важнее выдать соответствующий кредит доверия и ресурсов. Ну и, наконец, последняя вещь, куда можно пихать, да, это инвестиции в человеческий капитал, это то, что, если, в общем, имеешь возможность, да, вкладываться в лояльность людей, подтверждать свою последовательность, честность и так далее, довольно важно. Хотя это, такие решения, они не всегда очевидны. Я не буду сейчас долго растекаться мыслью по древу, да, просто важно, что opportunity, возможности в этот момент базируются на том, что все взволнованы, у всех много эмоций, человеческая память, это механизм, который во многом питается эмоциями, репутация, она находится не где-то в человеческой памяти, поэтому вести себя хорошо в момент кризиса, вести себя и разумно, и порядочно, да, это очень большая возможность для того, чтобы укрепить свою репутацию в глазах любых целевых аудиторий, ну, в частности, тех людей, с кем сотрудничаешь, это и есть определение, человеческого капитала. Вот не далее, как сегодня, я был счастлив написать письмо, потому что там в Тарте, когда начался кризис, мы приняли решение там о самых необходимых мерах по экономии, боясь, что этот кризис окажется хуже, чем он казался в момент своего начала, и в частности у коллег не занятых в проектах, у офис-менеджеров, которые не могли работать, потому что офисы закрыты, мы применили норму о вынужденном простое, вычитали 30% зарплаты, объясняя это тем, что это может потребоваться для выживания компании. Ну, мы там наэкономили на этом изрядную сумму, дополнительно к этому, чтобы не было обидно, топ-менеджеры в большинстве своем добровольно согласились понизить свои зарплаты на сопоставимый объем, экономия получилась байдовой 50-50. Вот, и мы сейчас подвели итоги второго квартала, и получилось, что мы таки получили прибыль большую, чем экономия, то есть для выживания эти средства не потребовались, и решили эти деньги вернуть. Вот, удалось написать коллегам о том, что возвращаем деньги. Это не первый раз в истории дейтарта, когда мы возвращаем деньги в таких ситуациях, да, но это, в общем, хорошо действует на кредит доверия, что, в общем, по крайней мере, точно совершенно не будет, что после, сокращения зарплаты руководства появились новые машины, да, это так не работает. Если мы говорили, что мы пытаемся экономить для выживания, если это оказалось не так, то все это можно исправить. Такое поведение последовательное, оно оставляет на многие годы память, да, что всегда готовимся к худшему, а надеемся на лучшее. Если лучшее наступило, мы сможем исправить те шаги, которые не потребовались. Ну, и можно придумать еще 100-500 разных вещь, которые делать, но это уже всякие интимные, отчасти конфиденциальные вещи, во что мы собираемся инвестировать, какие внутренние программы собираемся запускать под кризис, пока есть время, силы и надежда на какие-то изменения. Вот, на этом я основную часть закончил, да, пишите мне, пожалуйста, если хотите на адрес, который на этом слайде показан, а я сейчас открою ваши вопросы, немножко обманул, осталось чуть меньше 10 минут, чтобы попробовать ответить, если они и есть. Является ли неумышленная манипуляция положительной? Я немного зацепил фразу про то, что существует положительная манипуляция. Ну, еще раз, положительные, а не только в смысле игры с отрицательной суммой, бывают манипуляции, которые являются наименьшим злом. Я много раз слышал от Славы и Саши о том, что там мамы гениальные манипуляторы, мамы вам явно зла не хотят, часто вреда в этих манипуляциях большого нет, вот, там очень много всего связано, да, там в воспитательном процессе и так далее, с эмуляциями, с подменами контекстов и всякое такое, полезное или не полезное, я не готов размышлять, но еще раз, точно нехороша манипуляция, корыстная, когда я собираюсь что-то отнять, у тех, кем я манипулирую. Если в результате манипуляции я имею чистое намерение, чтобы всем стало лучше и больше, да, и я себя не обманываю, это нормальная манипуляция, совсем избежать манипуляции нельзя, потому что, ну, отличить манипуляции от влияния вообще невозможно, а быть влиятельным вообще очень круто, да, и, в общем, хорошие начальники, например, они скорее влиятельны, чем властны. Ну, вопрос еще раз про то же, разве манипуляция безумуса является манипуляцией, безумусом является манипуляцией, ну, как сказать, как бы, да, вот, интуит, мамы тоже не думают о манипуляциях, как бы, сейчас я как-то проманипулирую своим ребенком, а это делать, естественно, научились там, когда, ну, все мы этим занимаемся, но они могут быть корыстными, потому что там, типа, мама может преследовать как светлую цель сделать всем хорошо, так и свою цель, например, получить какое-то количество лишнего внимания от ребенка, да, это нужно ей, а может быть, там, типа, ребенке сейчас не нужно, вот, тогда это не очень хорошо. Ну, Денис, СП, канет ли в лето привычный формат ин-хаус команды, как сменить формат управления в сторону удаленного управления командами ООО. Там у датарта есть какие-то материалы про эти статьи, семинары, сходите на наши корпоративные ресурсы, и они самый лучший авторитет по тому, как это сделать, потому что, парадоксально, потому что мне нафиг никогда не нужно было офиса, людей рядом с собой, для меня люди в скайпе такие же хорошие, любимые, как и люди в физическом пространстве, да, иногда даже лучше, потому что легче поддерживать расписание, и можно запись делать, если что-то нужно, да, диктофон на столе, это уж как-то там совсем неудобно. Вот, а поэтому я всегда считал, что офис нам вообще необходимы, не были необходимы, но когда у нас был первый вот глубокий кризис, когда мы потеряли всех клиентов, да, то мы могли или попросить сотрудников одалживать деньги компании, или отказаться от офиса. К удивлению, сотрудники согласились одалживать деньги компании, зная, что может быть мы не вернем, если все будет плохо, все было хорошо, мы вернули, но я тогда узнал, что примерно 70% плюс-минус 10% считает наличие офиса абсолютно важным. Поэтому совсем офисы в прошлой однике, вот это такие, как и рестораны, и все прочее, во многом бизнес-недвижимость, расширение наших личных пространств, там часть шаринг экономии, еще много чего, да, вот, но при всем при том, в DataArte не было большей проблемы, да, и почему мы сейчас воодушевленно рассказываем, как делать, потому что у нас всегда был мультисорсинг, почти все команды всегда ставятся из множества разных офисов по умолчанию, и, соответственно, те механизмы, которые позволяли хорошо делать команду, которая работает из трех-пяти офисов, также хорошо, а даже еще лучше работать, когда все члены команды работают и из дома, но, опять-таки, не в рамках коммуникации. Ну, вроде бы, я на те вопросы, которые появились в влоге, ответил, да, еще есть аж четыре минуты до окончания времени, я готов передать слово Александру, или ответить на какой-то еще вопрос от организаторов, если нужно. Миша, спасибо большое, да, вопрос, действительно, больше не появляется, спасибо тебе за интереснейший доклад, всегда любопытно послушать, потому что много ссылок, есть о чем подумать, есть куда дальше закопаться, и за это большое человеческое спасибо. Отпускаем тебя от микрофона. Спасибо всем большое, спасибо организаторам, всем пока, всем удачи, если что, пишите, пока. Субтитры создавал DimaTorzok